День, уважаемый, мы продолжаем наш замечательный курс и прошу извинения за маленький технический перерыв. Мы сейчас находимся в недельной главе Корах, а вчера в субботу мы считали главу под названием Шлах, что значит пошли, то есть отошли, и сегодня мы разберем 14-й параграф этой главы, точнее конец 13-го параграфа, который мы год назад немножко не досмотрели, и весь 14-й параграф. Так, с вашего позволения я включаю демонстрацию экрана. Так, вот он. Значит, напоминаю вам, что вот этот файл и словарик к этому файлу я поставил в нашу губу в Телеграм. Сейчас я постараюсь словарь поставить также и в чат, верно? Так, словарь. Вот так. Словарь содержит много слов, которые стоит смотреть в контексте в этой недельной главе, и вот здесь нам понадобится немного фантазии, и очень нам поможет перевод, перевод, который уже сделан, который имеется, вот, и сделан он на основе комментариев. Так, сейчас минутку. Чат. Чат, вот, чат. Так, вставляю. Так, до каких пор? Так, словарь. Одна. Так. Так. Значит, первый чат прошел, вставляю второй чат. Так, маас. Не эц, не эц. Сейчас я посмотрю, что там дальше идет. Эц. Так. Ну, думаю, трех раз будет достаточно, я надеюсь. Ctrl-C. Ctrl-V. Препятствия. Маги фамиет. Немножечко еще у меня не влезло. Так. Угу. Так. Так. Ну, вот, за четыре раза все должно вместиться. Так. И вот последнее. Угу. Так. Вот так. Угу. Так. Вот наш текст. Ну, сколько успеем, то прочитаем. Итак. Я напомню вам, что это речь Всевышнего. Не, 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 прошу прощения. Это речь Мераглим. То есть разведчиков, точнее, десяти из них, которые запрещенным способом воздействовали на аудиторию, то есть на весь еврейский народ, с целью убедить их не пытаться даже войти в землю, которую Всевышний еврейскому народу предназначил. До сего момента, то есть год назад, мы рассматривали, так сказать, конструктивную, положительную часть сообщений разведчиков, то есть те сорок процентов правды, которые обязаны быть, что поверили и шестидесяти процентам лыжи. И то, что есть хорошего в земле, в том числе и показать фрукты, это уже сделано, это мы рассмотрели год назад, а теперь вот что говорят разведчики. Слово «эфес» знакомо нам из современного евреи, это означает «ноль». Я диктую, например, телефон, и вначале говорю «эфесштайм». Эфесштайм 02 – это кедомет, то есть, как это по-русски называется, индекс Ярушелаема. Если я хочу набрать телефон в Ярушелаеме, я набираю 02. Эфес – это ноль, но правильное значение слова «эфес» – это ничего кроме. То есть, это, да, действительно есть, это все правильно, и тут уж ничего не скажешь. Но, но, однако, однако, что же говорят, что же говорят они про однако? «Ки аз хаам» – слово «аз» означает «сильный, крепкий, мощный». Интересно, что «аз» по ним – это «наглый», а слово «айз» – это «коза». Уж какая тут связь? Наверное, зоологам решать, да? «Силен народ хаам ха-йошев ба-арец», который находится в стране. «Ве-ге-арим» – «ир» – это «город», «арим» – это «города». «Бецурот» – слово «бецурот» означает «окруженные крепостной стеной». «Гдолот меот» – очень большие. Я немножко отвлекусь от конкретно иврита и скажу вам, что Моисей, отправляя разведчиков, дал им четкое правило. Если вы увидите там города, окруженные крепостной стеной, знайте, что народ этот не доверяет своим силам. Он слаб, и он понимает это, поэтому строит он защитные стены. Если же вы увидите города открытые, знайте, что народ этот рассчитывает на свою мощь, но, конечно, мы должны понимать, что Всевышний помогает нам. И мы преодолеем их в любом случае. То есть Моисей учил их видеть полную половину стакана. Если города окружены стеной, защищены, то народ слаб. Если же народ силен, то города их не укреплены. Что же говорят разведчики? Они говорят, что города укреплены, и, кроме того, города очень-очень велики. А перед этим они говорят, что силен этот народ. Не уточняют они, сколько они видели этих великанов, но Тора перечисляет всего-навсего троих. Амалек – это народ, с которым евреи уже успели повоевать. И одно название, одно имя его должно евреев устрашить. Йошев сидит в стране южной. Негев – это пустыня. Слово Негев, словарь показывает нам, означает южные края. Вот эти три народа. Йошев, Багар – сидят на горе, живут на горе. Йошев, Аляям – сидит на море. Это слово означает «утихомирил», «успокоил», то есть заставил замолчать. Судя по тому, что Калеву пришлось заставить народ замолчать, то есть привлечь внимание его к себе, народ уже начал волноваться. «Эль-Муше» – к Моисею, то есть он в сторону Моисея отвлек внимание народа в Айомер и сказал «Алона-але». Это двойное повторение корня означает «усиление». Обязательно мы поднимемся. В «ярашну» слово «юреш» означает «покорить, получить в наследство». Мы одолеем, мы получим «отта», кого «отта» – эту землю. Здесь это тоже повторение корня. Мы обязательно сможем, мы превозможим ее. То есть у нас не бойтесь, что мы не сможем этот народ победить. А люди, которые поднялись вместе с ним, с Калевом, ну имеется в виду 10 разведчиков, которым противостояли двое – Калев и Еушуа. «Амру» сказали «Лонухаль» – не сможем мы подняться на тот народ. «Ки хазакху мимену» – потому что силен он, сильнее он, чем мы. Интересно, что вот этого слова «мимену» можно прочитать и сильнее нас, и сильнее его. Кого его? Наверное, имеется в виду Всевышний, Хас, Мишалом. Так. «Ва-йо-ци-у» – дибат-а-арец. И вывели, произвели. Слово «диба» означает «плохие слухи», «плохие сведения». Значит, возвели они клевету на страну Ашер-Тару-Ота, которую они осмотрели. Знаете, совершенно случайно, а мы с вами знаем, что случайностей не бывает, в эту субботу просматривал я комментарии Мальбима на Сефира Шуртим, и там он пишет, что два слова, близких по значению, «Ле-Рагель» и «Ла-Турн» означают вещи, в общем-то, разные. «Ле-Рагель» – это «высматривать плохое». Например, этим «Раглим» должны были, могли посмотреть пробелы в обороне. То есть, возможно, успокоило бы народ то, что город укреплен, но в обороне его есть слабые места. А что такое «Ла-Тур»? Увидеть хорошее. И, скажем, в Сефир Шуртим используется это слово, чтобы показать, что вот те два разведчика, которых послал Йошуа, к примеру, хотя нет, там речь не о них, в общем, они должны были что сделать? Они должны были найти хорошее место для стоянки, для стана евреев, которое могло быть использовано для того, чтобы осаждать город, чтобы делать осаду города. Так вот, то, что в начале нашей недельной главы Моисей говорит разведчикам, мы их называем «Раглим», они так не названы в тексте Тору, «Торы», сказано «Ла-Тур» – «Осмотреть». Это уже означает, что Моисей имел в виду, посмотрите, что хорошего есть в этой стране. Так вот, хоть они и написано «Тару-Ота», осматривали ее с целью найти что-то хорошее, они возвели «Дибата-Га-Арец». «Эльбны Исраэль» – «К сыновьям Исраэля» – «Ла-Имор» – «Гаваря» – «Га-Арец» – «Ашер Авар-Нуба» – «Страна, которую прошли, мы ее» – «Ла-Тур-Ота» – «Чтобы высмотреть ее» – «Эрец Охелет Йошвейга» – «Эта земля, пожирающая тех, кто живет на ней» – «Ги-Ана» – «Бехоля Ам Ашераину» – «Ветоха» – «И весь народ, который видели мы в ней» – «Аншей Мидот» – «Люди»» – «Ветоха» – «Ветоха» – «Ветоха» – «Ветоха» – «Ветоха» – «Ветоха» – «Люди высоких качеств» – слово «меда» означает размер, но кроме того, означает еще и качество, как правило, имеется в виду положительные качества характера. То есть здесь снова получается некое противоречие в словах «Мероглин», с одной стороны, если страна пожирает тех, кто живет на ней, каким же образом на ней живут великаны? с другой страны, если великаны живут на этой стране. Как же можно сказать, что она к ним неблагоприятна? Вот видите, какие они выросли. Наверное, имеется в виду, что они хотели показать, да, великаны могут выжить на этой стране, но мы простые люди. Нет. Ве шам раину э ганнефелим, и там видели мы исполинов слово нафелим от корня нафаль – падать. То есть, увидевший такого великана, человек падает либо от страха, либо просто задрав голову, чтобы увидеть, где же он там кончается, да, может терять равновесие и упать. Бней анак – сыновей великана. Мин а нафелим – исполинов. Ва неги бэйней – ну вот это такая редкая форма от слова быть, так, это ни-е. Ни-е – это нифаль, то есть пасив от быть. Бэйнейну – мы были в глазах наших к хагавим. Хагав – это один из видов то ли франчи, то ли кузнечиков, кстати говоря, перечисленные как кашерные. Вот. Мы были в глазах наших, как кузнечики. Бэхэнаину бэйнейхем. И такими же были мы в глазах их. Четырнадцатый параграф. А можно, можно секундочку? Ажа нужно, да. Два слова. В современном иврите латур – это туризм. Поездка к целью развлечения, да? Тайер или таер? Тайер. Тайер – это туризм. Тайер – это народ. Да. И насчет еще момента, почему они говорят, что страна пожирает живущих на ней, потому что там по преданию они застали похороны. Они видели похороны, и, по-моему, там как-то им показалось, что вот люди там умирают. Вот такой момент. И Вышний сделал так, чтобы люди были заняты нами. Специально, да. Чтобы люди не обращали внимания. И с одной стороны не обращали внимания на прибывших, а с другой стороны не удивлялись, мало ли кто пришел на похороны, может быть, мы его не знаем. Но и это они истолковали по-своему. Да, мы видим, как много народу умирает каждый день. Верно. Ватиса буквально возвысили. Возвысило. Кольга эда – все общество. Да, что они возвысили. Ваитну и дали эд колам – голос их. Ваевку. И заплакали. Так, Натан, вот Вероника просит, очевидно, прислать ссылку. Ты ей пришлешь, да? И плакал народ Балайла. Агу, в ту ночь, обращаю внимание, что слово Лайла, хоть имеет форму как бы женского рода, да? Слово Лайла относится к мужскому роду. Это единственное известное мне слово с окончанием камаз «эй», которое относится к мужскому роду. В ту ночь. И жаловались к Моисею или на Моисея, в Аль-Арон и на, соответственно, Арона, «Коль бы на Исраэль, все цены Израиля, ва имру алейхем». И говорили им «Коль ха эда» – все общество. Вот на основании этой фразы делается вывод, что общество начинается с десяти человек. Двенадцать было разведчиков, этим двоим противостояли десять, да? И вот они названы словом, Всевышний назвал их словом «эда». Поэтому Миньян – это ровно десять человек. Хотя, может, можно сказать, что изначально не это, а что? Что у нас десять? Асарам и Йодея – десять, десять, десять сферот. Десять сферот, из них три интеллектуальные и семь эмоциональных. Так вот, что же они говорили? «Лу» – слово «лу» означает «если бы». «Матну» – от слова «мет». «Если бы умерли мы, Баарец Митсраем, землей египетской, оба Митбараза или в этой пустыне, Лу, Матну, умерли бы мы. Велама Гашем Меви Отану и почему Всевышний ведет нас, Эль Аарец Азот, в страну эту, Лин-Поль, то есть упасть, да, пасть. В современном иврите «нун» выпадает, и мы говорим «упасть» – ли-Поль, да, первая корневая «нун» в таких формах выпадает, но здесь вот такая архаичная форма. Так, Ба-Хэрев. Слово «хэрев» означает «меч», да. «Если бы пали мы от меча», имеется в виду в сражении, ну, например, с Амалеком, да. «Нашейнов» – это пейну. Что такое «нашим» – это женщины. Что такое «таф» – это младенцы. Итак, «наши женщины» и «наши младенцы», и ее «ла» – «ваз» – будут добычейю. Слово «ваз» – это трофей, да, то есть то, что победивший отбирает на поправу победителя. «Га-Лотов-Лану» – «разве не хорошо нам шууу Мицраима вернуться в Египет, да?» «Ва-Ёмру-Иш-Эль-Ахив» – «и сказали человек брату своему», то есть друг другу. «Нитна-Рош», то есть буквально «дайте рош» – глава. «Поставьте, найдите человека, который возглавит нас венашува Мицраима, и вернемся мы в Египет». То есть не просто они были готовы отказаться от идеи зайти в землю и хотели вернуться в Египет, они еще понимали, что Моисей на это не пойдет, да? То есть выберем нового человека, который возглавит нас, вот, и во главе с ним вернемся в Египет. «Ва-Иполь-Мошев-Арон-Аль-Ней-Хем и пали Моисей и Арон на лица свои, лиф-Ней-Коль-Кехал-Аддат-Бней-Израэль» «перед всем собранием общества сынов Израиля». И слово «кагаль», и слово «эда» здесь предполагается, что это как минимум 10 человек. «Ви Гошуа бин-Нун, но Иошуа бин-Нун, вэхалэв бэн-Ифуне и калэв бэн-Ифуне, мин-га-тарим из тех, кто осматривали Эт-А-Арэц землю. Кар-у в Биг-Дэй-Хем разорвали одежды их, разрывание одежды, кри-а, это еще и элемент скорби. На похоронах близкий родственник умершего делает кри-а на своей одежде. Обратите внимание, что здесь корень куф-Рэйш-Айн, потому что есть корень куф-Рэйш-Алев и куф-Рэйш-Эт-Эй тоже. Так вот, разорвали они одежды, свои в знак траура ва-Ёмру, и сказали Эль-Коль-Адад-Бней-Израэль, всему сообществу сынов Израиля Леймор, говоря, Га-Арэц, страна Ашер-Аварну-Ба, по которой прошли мы лату отта, высматривать ее, Това Га-Арэц-Ме-Од-Ме-Од, хороша земля, это очень-очень. И Хафец-Бану Ашем, если возжелает нас Всевышний, если будем мы угодны в его глазах, Вэ-Хэ-Ви-Отану Эль-А-Арэц, и приведет нас в страну эту, Азот, да, Ун-Тан-Ах-Лану, и даст ее нам. Эрэц-Ашер-Ги-Завад-Халав-Уд-Ваш, землю, которая она течет, вот это глагол Завад, молоком и медом. Здесь только повторяется то, что Всевышний говорил об этой стране. Ах-Ба-Шэм-Аль-Тим-Роду, только слово Ах означает рак, только, против Всевышнего не бунтуйте, меред это бунт, меред и багруд, вот помните вы наверняка царя Нимрод, по имени Нимрод, да, имя его означает мы взбунтуемся, Ве-Ат-Эм-Аль-Тир-Ум-Эт-Га-Ам-Га-Арец, а вы, пожалуйста, не бойтесь, здесь корень не Ра-А, а Йир-А, то есть страх, не бойтесь народа страны Ки-Лах-Мей-Ну-Гэм, потому что они хлеб для нас, как человек съедает хлеб, а не боится его, вот так мы победим этот народ, цар-Цилам, цар это убралась, исчезла, цель это тень, сень, исчезла их, сень имеется в виду, что защита их иссякла, ме-Алеем с них, ва-шем и тану, и Всевышний с нами, аль-Ти-Ра-Ум, не бойтесь их, вот это окончание, ум означает их, дополнительный суффикс, ва-йом руко лха-эда, и сказала, сказали все сообщество, лиргом о там, закидать их камнями, так, вот это такой редкий корень, но все же он бывает, лиргом, это именно забросать камнями, хотя есть еще один корень с этим значением, кто-то помнит, как называется казнь побиения камнями, скила, скила, саколь и сакель, да, верно, так, так вот, забросать их камнями, ба-аваним, да, а-аваним камни, ухвода шем нир-а, и слава Всевышнего показалась, была показана, бе-о-эль-мо-эд, в шатре соборном, эль-кольбене Исраэль, всем сынам Израиля, то есть, как предостережение, не делайте этого, ба-йо-ми-ра-шем-эль-му-ше, ад-ана, е-на-атсу-ми, а-ам-азэ, и сказал Бог Моисею, доколе, ад-ана, до каких пор, е-на-атсу-ми, так, я посмотрю, точно, что означает, это слово, так, не-эц ругать, оскорблять, да, позорить будет меня народ этот, ве-ад-ана, и доколе, ло-я-ам-ин-у-вы, не будут верить мне, бехоль а-от-от, во всех знамениях, слово от означает буква, и тогда множественное число от этого слова, отьет буквы, и слово от означает знак, знамение, и тогда множественное число от-от, под совсем, да, при всех знамениях, а-шер а-сити б-кирмо, который сделал я в среде его, а-хэ-ну-ба-дэ-рэх ве-ориш, а, извините, а-хэ-ну-ба-дэ-вер ве-ориш-э-ну, так, а-хэ-ну, а-хэ-ну, сейчас, минуточку, я смотрел, и сейчас я вам снова скажу, так, это от слова, лэ-хакот, а-ка-и-ка, однокоренное слово, мака, э-сэ-р макот, мы строим, десять казней египетских, я поражу их, б-а-дэ-вер, дэ-вер, это эпидемия, это мор, да, ве-ориш-э-ну, ве-ориш, вот там, так, и истреблю его, вот тут, есть комментарий, раши, и комментарий с форно, что это редкое слово, которое встречается, шмот, а где же оно встречается, шмот, песнь, песнь на море, так, разорит, так, так, и ва-э-э-сэ от ха, и сделаю я тебя, лэ-гой-га-доль-ва-цум, народом великим и сильным, мимену, более сильным, чем тот народ, который есть сейчас, то есть обещание Всевышнего произвести народ из потомков Авраама реализуется тем, что народ этот будет потомками Моисея, казалось бы, Моисею это большое облегчение, да, его потомки, во-первых, их не будет так много при его жизни, и не придется быть стараться хорошим для всех, а во-вторых, это будут все-таки его потомки, для них он будет пра-отец, я не буду относиться к нему с уважением, вот, кроме того, мы помним, что именно сыновья Леви, да, то есть, в частности, потомки Моисея, да, были более послушны к слову Всевышнего, ва-йомер Моше Эль-Хашем, и сказал Моисей Богу, вэшаму Митсраим, и услышит египтяне, точнее, дословно, Египет, ки ээлита, что поднял ты, бэко-ха-ха, коах, это сила, силой твоею, это га-а-азэ, народ этот, ми-кир-бо, из среды его, из среды кого, Митсраима, и скажут Эль-Юшвей-Ага-Арец-Азот, тем, кто сидит, то есть, обитателям страны этой, шамуу ки-атта, га-шем бэкэрив-ха-амазэ, послушайте, что ты Бог в среде народа этого, Ашер-Айн-ба-Айн-нир-а-а, который глаз на глаз, то есть, глаз, как писал поэт, лицом к лицу, лица не увидать, да, с глаз на глаз, да, то есть, воочию, нир-а-отта-ашем, видели, извините, ата, ата, видел ты Всевышнего, да, но опять же подчеркиваю, что здесь не идет речь о непосредственном зрительном восприятии, потому что неоднократно сказано в Торе, что образа никакого не видели, но ощущалось божественное присутствие так явно, как уверен человек в том, что он видел собственными глазами. Ве-а-нан-ха, анан – это облако, и облако твое, о-мэд, стоит, а-ле-гэм, над ними, о-в-а-муд, анан, и в столбе облачном, ата, голех лифней гэм, ты идешь пред ними, йомам, днями, у-в-а-муд, айш, и столбом, столбом огня, лайла, ночью, ве-ге-мата, эт-га, а-мазэ, ка-иш-эхад, и вдруг ты убил, гэммит, от слова мет, умертвил, народ этот, как человека единого, то есть, в единый момент, весь народ, ве-амрухагойим, и скажут народы, а-шэр-шам-у-эт-шим-а-ха, которые слышали слух, слух твой буквально, то есть, слышали о тебе, леймор, говоря, ми-билти ехолет ашем, билти – это отсутствие, из-за отсутствия силы, возможностей, да, яхоль, может, у Всевышнего, лейхави-эт-га-ам, а-зэ, привезти народ, этот эль-га-арец, в страну ашэр, нишба-лахэм, которую обещал он им, ва-еш-хат-тэм, и зарезал буквально их, ба-мид-бар, в пустыне, ве-а-та, а сейчас, егдальна-кох, а-дон-най, пусть увеличится сила твоя, Всевышний, ка-ашэр-ди-бар, так как говорил, ты леймор, говоря, ашем, Всевышний, эрех, апаим, долготерпеливый, эрех от слова арох длинный, апаим от слова аф, гнев, то есть, сдерживающий, долгосдерживающий гнев, вэра вхэсет, и имеющий великую милость, на се авон вафаша, терпящий грех и прегрешение, вэ-на-ке, и очищающий, ло-я-на-ке, и не очищающий, имеется в виду, очищающий от вины того, кто согрешил неумышленно, но не очищающий того, кто согрешил умышленно, покед, авон, авот, припоминающий, обычно такой перевод, грех отцов аль-баним, сыновьям, аль-шилешим, ва-ль-ридеим, третьему и четвертому роду, да, это парафраз того, что говорит сам Всевышний во втором из десяти речений. Салах на ла-авон ха-ам, прости, пожалуйста, грех народа, хазе этого, к годель хаздеха, по великой милости своей, вэ-ха-ашэр, насата ла-амазе, и как поднимал буквально ты, народ этот, ми Митсраем из Египта, вэ-ад гена и до сих пор, ва-йомер ха-шэм, салах теки дварэха, и сказал Всевышний, простил я, как сказал ты, то есть по слову твоему, то бишь, если все, что ты сказал, это правда, то есть народ этот действительно согрешил по незнанию, по глупости, да, считай, что я простил, но если это не так, то прощения нет. Вэ-у-лам, слово улам, так же, как слово ум-нам, примерно означает то же самое, что и оваль, однако, хай а-ни, как жив я, говорит Всевышний, ва-има-ле кэвод га-шэм эт-кола арец, и наполняет слава Всевышнего всю землю, ки-кола анаши-им, что все люди, га-ро-им эт-кэводы, видящие мою, честь мою, да, кого-то, кого-то, славу мою, так, ве-эт-о-то-тай, и знамения мои, от-тот, да, от, ашер а-сити, ба-митсраем, который сделал я в Египте, у-ва-мит-бар, и в пустыне, ва-и-нас-у-от-ти, и испытывали меня, ле-на-сот, так, не сайон, это опыт, и не суй, это опыт, не суй, это эксперимент, а не сайон, это то, что наработано человеком, experience, так, и испытывали меня, за эсер памим, уже десять раз, вело шаму поколи, и не слушали голоса моего, им ер-у-эт-ха-арец, если увидят страну, ашер нишбати ла-авутам, которую я обещал отцам, и их, вехоль мена-ацай, ло-и-ра-у-а, а все, сейчас я посмотрю, точный перевод этого слова, так, мена-ацай, это ругающие, оскорбляющие меня, ло-и-ра-у-а, не увидят ее, ве-ав-ди халев, а слуга мой, халев, э-кев гайта, руах ахерет, эймо, э-кев, это вследствие того, что из-за того, что был руах, руах, это дух, дыхание, другое в нем, точнее, с ним, да, ве-имале ахарай, и исполнил он за мной, то есть то, что я сказал, ва-гави-о-тав, и приведу я его, эль-ха-арец, в страну, ашер-ба-шама, которая приходит туда, ве-зар-о, йори-шена, и потомство его унаследует ее, то есть приведу в страну, в которую мы идем, и потомство его унаследует эту страну, ве-га-а-малеки, ве-га-кна-ани, йошеф-ба-эмек, а-амалекитяне и кна-кананейцы, сидящие в долине, махар-пану, завтра поверните, усы-у, и уйдите лахэм, уйдите себе, ба-мидбар, в пустыне, дэрэх-ямсуф, дорогой целёного, извините, дорогой к Красному морю, ямсуф, это, судя по всему, Красное море, которое незадолго до этого евреи перешли, и сказал Бог, Моисею и Аарону, адматай, докуда, доколе, до какого времени, ла-эда-га-ра-а-га-зот, обществу дурному, плохому, этому, этому, которые жалуются на меня, которые недовольны мною, эт тулунот бенэй Исраэль, жалобы сынов Израэля, ашер, гэма-малиним, Аллах, которыми они жалуются на меня, шамати слышал я, эмор алейхем, говори им, хай ани, жив я не умашем, говорит Всевышний, им ло ка ашер дибартем бе озни, если будет не так, как говорили вы, в ухо мое, то есть по слову вашему будет, а что же говорили эти паникеры, кэн эсэлахем, так я сделаю вам, бамидбар, азэ, и плу, пигрэй хэм, в пустыне этой упадут, да, нафаль, здесь, таки да, но выпало, пигрэй хэм, трупы ваши, мэфагер, это человек без ума, то есть представляющий только материальную составляющую, да, пигур, это некий недостаток, недочет, отсюда идишское слово, гипегерте, умерший, вехоль пэку дэй хэм, и все, значит, здесь имеется в виду значение слова бакад, исчисление, то есть все исчисленные ваши, все исчисленные, то есть все пересчитанные пустыни, все те, которые были перечислены, а пересчитывали людей с 20-летнего возраста, начиная, лэхоль ми спар хэм, по всему количеству вашему, ми бэн эс рим шана, от возраста 20 лет, ва мало и выше, ашэр гэлли нотэм, что вы жаловались, Аллай, ко мне, что же говорили они про них, им атэм того эльга арец, если вы придете в землю, ашэр насаты эт яди, которая поднимал, поднял я руку мою, лэ шакэн эт хэмба, чтобы поселить вас в ней, ки им калэв бэн ефуне, кроме как калэв сын ефуне, биошуа бин нун, и ешуа сын нуна. То есть, говорит Всевышний, что даю вам слово, что все вот те, которые были перечислены, то есть те, кто на сегодняшний день имеет возраст 20 лет и более, они не увидят этой страны за исключением только калэва и ешуа. вэ тапхэмма ад дети ваши, младенцы ваших, ашэр амартэм, что сказали вы, ла ваз и ге е, будут они добычей, вэ гэ, вэ гэ вэйти о там, и приведу я их в яду, э тарец, и узнают они землю, ашэр мэастэм ба, от которой вы отказались, то есть, которую сочли вы, которую вы побрезговали, которую вы погнушались, уфи грэйхэмма трупы же ваши, а тем еплу бамидбар азэ, вы падете в пустыне этой, уфи грэйхэм и ю роим бамидбар, а сыновья ваши будут, вот это слово роим буквально означает пастись, будут они ходить по пустыне, арба им шана сорок лет, вэ нас ум эт знутэйхэм, и понесут они то, что называется словом знут, это разврат, грех разведчиков, да, понесут они ад том пи грэйхэм, до того, как закончатся тела ваши бамидбар в пустыне, то есть пока не перемрет все то поколение, которое на этот момент 20 лет и больше, бамис пара им им по количеству дней ашер тартэм, это арец, которые высматривали страну, арба им йом йом лошана йом лошана, сорок дней, день к году, день к году, то есть год за день, тис у эт авонутэйхэм, понесете вы буквально ваш грех арба им шана сорок лет, вэйдатэм, вэйдатэм, и будете знать это слово юдея, эт тну ати, и будете знать, минутку, так, тну ати, отчуждение от меня, это слово в словаре отсутствует, объясняет Раши, осознайте, что вы отвратили ваше сердце от следования за мною, так, вот тут есть интересный комментарий, который советую вам посмотреть, так, анияшэм дибарти, вот, я Всевышний говорит вам, я говорил, им лозот ээсэ, если не сделаю я этого, лыхоль аэда, ара азот, всему обществу дурному этому, аноадим алай, ноадим, которые совещались, советовались на меня, то есть против меня, бамидбар азэ, в пустыне этой, и таму, и таму от слова том, закончитесь вы, вешам я муту, и там умрете вы, да, нашим, а люди, аше шалах, мошэ лату, это арец, которых послал Моисей, осматривать страну, так, ва яшуву, и вернулись, ва ялину, алав, и жаловались на нее, эт коль аэда, ко всему обществу, ле гоци, диба, чтобы вытащить дурные сведения, слухи, аль га арец, о земле, ва я муту анашин, и умрут люди, му ци эй, диба, а арец, те, которые произвели, дурны, произнесли клевету на страну, ра а, ба магефа, так, магефа, это эпидемия, лиф на яшем перед богом, би ушо бенун, ви халю бен и фунэ, а вот эти двое, хаю мин га анашин, га эм, будут живы, то есть, хай, живой, останутся живы, из людей этих, а галхим латур, это арец, которые ходили высматривать страну, ва эда, бермуше, эль, эд га дворим, а эле, и говорил Моисей, слова эти, эль кольбны, Исраэль, всем сынам Израэля, ваид, аб, лу аам меод, слово эвэль означает эвэль, 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 траур, и люди эти погрузились в траур, меод, очень, ва яшкиму бобокер, и встали они утром, так, я прошу прощения, у меня, очевидно, выключилось электричество, значит, наверное, и связи нет, сейчас я проверю, так, в любом случае, я прошу извинения, выйду на полминуты, так, и в трауре был народ очень, ва яшкиму бобокер, проснулись они утром, ле ашким означает не просто проснуться, а проснуться рано, утром рано встали, ва ялу эль, рошахар, леймор, и поднялись на вершину горы, леймор говоря, гинену, вот мы, ве алину, эль амакомут, и поднялись мы на место, ашер амар хашем, про которое сказал Всевышний, ки хатану, ибо мы согрешили, ва ямер мошэ, ла мазэ атем оврим, эт пи хашем, и сказал Моисей, почему вы оврим нарушили, перешли, а пи хашем имеется ввиду уста Всевышнего, то есть то, что Всевышний сказал, ве ги ло тицлах, ля цлиах, это иметь удачу, то есть вам не будет везения, так, аль та алу, не поднимайтесь, ки эйна шем бекир бешем, ибо нет Всевышнего в среде вашей, ве ло тиннаг фу, так, и лифней ой вей хем, значит, слово негеф используется сейчас в отношении, в значении пандемия, негеф, а корона, однокоренное слово, магефа, магефа, это эпидемия, это мор, да, то есть смысл здесь в том, что Всевышний не защищает вас, да, и падете вы как отмура, магефа, да, слово магефа встречается неоднократно в хумаше, а слово негеф, словарь дает значение наносить поражение, препятствие, так, так, то есть вы потерпите поражение перед врагами вашими, ки, а амали ки, ибо амали китяне, вяк на они, и канонейцы, шам, там, лифней хем перед вами, у нафал тем, опять же корень нафаль, и падете вы, ба бе харев, от меча, будете вы поражены мечом, ки, аль кен, ибо, поэтому, шавтем, ме ахрей ашем, шавтем, шавтем, ло и ашем, так, вот я, честно говоря, не помню, ла, вот это слово можно понять просто разными путями, так, ну, в общем, смысл ясен, но дословно я тут вам перевод пока не даю, так, ага, вернетесь, шавтем, и посидеть, шавтем, ла шув, вот я, то ли ла шув, то ли ла шевет, тут, я думаю, тем это атен, тем это атен, это атен, конечно, да, но смысл тут в чем, вернетесь вы за Богом, пэло и ехэшем, и махэм, а, ну, наверное, так, то есть вы вернитесь, напрасно вы туда ушли, вернитесь, потому что не будет Бог с вами, если вы будете продолжать идти дальше, да, очевидно так, ва яапилу га махане, вот тут тоже интересное слово, ва яапилу, да, и все-таки дерзнули и силились, Раши объясняет вот это слово, используя даже старо-французский язык, и приводит несколько примеров, то есть все же они дерзнули, или попытались сделать так, и попытались они взойти на вершину горы, вэ арон брит ашем, а арон брит, ковчег завета Всевышнего, у Моше и Моисей, ло машу ми керев га махане, что такое машу, кто-то вспомнит однокоренное слово, встречается в благословении, ло емушу ми пиха, не исчезнут, не будут удалены из уст твоих, да, слова торы имеется в виду, и, кстати, на основании вот этих вот слов, да, установлена Аллаха, что писать слова торы в цвитке и в мезузе следует тем, что в принципе может быть использовано в пищу, например, пером кошерной птицы, а не, например, шариковой ручкой, которую мы не едим. И кроме того, какой корень в этом слове? Тот же корень, что в имени Моше. Моше – это буквально извлекающий. То, что Тора приводит эти мелодии этого слова, что из мин гамаим мошеттиу, из воды извлекла я тебя, не очень точно передает, потому что форма слова имени Моше означает не извлеченный, а извлекающий. То есть здесь намекнуто, что Моисею Моше предстоит извлечь народ еврейский из Египта. Ло машу микере ва махане, то есть они не выходили за стан. Были люди, которые вышли из стана, поднялись на гору, но с ними не было ни Арон Брит, ни Ковчега Завета, ни Муше Моисея не было с ними. Они не выходили из стана. Ва ерет га амалеки и спустился амалек, да, амалекитяне, веакнани и ананейцы, а йошев багар, которые обитали на горе Агу, на той горе, ва я кум и пабили от слова гика бить, как мака удар, ва яхтум, ва яхату отам, что это значит ва яхатум, тоже интересный комментарий, и громили их, вводит примеры Раши, так, адха хорма, это означает либо, что гнали они их до того места, которое было впоследствии названо хорма, то есть разгром, то ли до полной победы над ними, то есть вот те люди, которые дерзнули, не послушаться, в очередной раз Всевышнего Бога сказал, не ходите, не входите сейчас в землю, а они пошли, вот эти люди были разгромлены до основания, вот это был 14-й параграф книги Бомедбар, который входит в недельную главу, называющийся Шлах, товарищи, граждане, есть ли вопросы по сегодняшнему материалу, милости просим, всегда, рад услышать вопросы, так, обратите внимание, что в сегодняшнем материале достаточно много слов выделено в зеленом, то есть тех, которые я ставил в словарь, и более того, в словаре, да, есть не только перевод слов, который дает нам обычный электронный словарь современного иврита, но и много примеров того, что я, не найдя точного значения соответственно словарю, должен был обратиться к переводу и понять, почему слово, которое обычно или в современном иврите означает вот это, здесь использовано в значении вот таком. Ну, я надеюсь, что вот эти случаи мне удалось вам объяснить. Я надеюсь, что посещаемость восстановится, потому что, к сожалению, несколько занятий у нас не могли состояться. вот обычно группа у нас значительно больше, вот, но, очевидно, будет запись поставлена в наш архив, и я надеюсь, что тот, кто не смог, вот, например, Тимофей, да, сможет посмотреть наше занятие в записи. Так, всего наилучшего, и тогда до следующих встреч. Мы, надеюсь, вернулись к нашему расписанию. Все последующие занятия, ну, в ближайшее время, да, будут проходить по воскресеньям в 19.30 иерусалимского времени. Вы приглашайтесь, приводите тех, кому, как вы думаете, это будет интересно. Да, все на сегодня. Спасибо. Окей. Всем счастливо. Пока. Счастливо.